Доброе утро! В эфире новости на телеканале Катунь24. С вами Анастасия Борисова. И в начале выпуска коротко о главном. Руководители Краевого Минстроя и Минпрома отчитались губернатору о работе теплоснабжающих комплексов в Славгороде, Камнино-Абии и Яровом. Подробности далее. У жителей села Вторая Каменка Локтевского района появились качественная связь и быстрый интернет. Благодаря чему это стало возможно, расскажут наши корреспонденты. Сегодня все православные отмечают праздник Крещения Господни. Где пройдет крестный ход и на каких площадках будет работать купель, узнаете в выпуске. Руководители Краевого Минстроя и Минпрома отчитались губернатору Виктору Томенко о работе теплоснабжающих комплексов в муниципалитетах. Напомним, в начале прошлой недели Виктор Томенко поручил министрам лично выехать в Славгород, Камень-Наби и Яровое в связи с жалобами, поступающими от жителей этих городов на холод в квартирах. Было выявлено, что проблемы в теплоснабжении в муниципалитетах связаны в частности с недостаточным контролем со стороны местной власти. Ни город Яровое, ни город Камень-Наби паспорта готовности к отопительному сезону не получили. С людьми контакт должна поддерживать местная власть. Поэтому система поквартирных обходов, система получения обратной информации, если уже случилось событие какое-то, и температура, например, начала падать, значит, находиться с людьми в постоянном контакте, чтобы отслеживать динамику. Полное, по максимуму, значит, правдивое информирование граждан о случившейся ситуации, если такая имеет место быть, значит, и о принимаемых мерах, и примерно предполагаемых сроках, когда она будет нормализована, тоже это важнейший момент. Виктор Томенко отметил также, что в Каменском районе до последнего времени не было официально назначенного главы. Неустойчивая ситуация в системе власти в Каменском районе в последние годы привела к серьезным последствиям в системе жизнеобеспечения. Та неустойчивая, так скажем, ситуация, которая творилась в принципе в системе власти в Каменском районе в последний год, это вот последствия вылезают вот такие. Люди выбрали депутатов районного совета, депутаты выбирают главу города, глава города назначает руководителя МУПа, организует работу, и дальше спрос должен быть по всей цепочке. Если что-то у наших муниципалитетов не получается, край приходит на помощь. На сегодня ситуация с отоплением в городе Яровом и Камниной Аби нормализовалась. Виктор Томенко подчеркнул необходимость проведения перерасчета оплаты за отопление в дни, когда температура в домах была ниже нормы. Руководителям органов исполнительной власти поручено обеспечить контроль выполнения этой работы. У жителей села Вторая Каменка Локтевского района появилась качественная связь и быстрый интернет. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Информационная инфраструктура». Подробнее в нашем сюжете. У жительницы села Вторая Каменка Натальи Ондаловой шестеро детей и семеро внуков. Она рассказывает про хорошую связь и быстрый интернет еще в прошлом году, семья могла только мечтать. А когда дети в связи с пандемией перешли на удаленное обучение, и вовсе оказалось, что интернет чуть ли не первая необходимость. Как мы справлялись? Писали в тетрадях и относили в школу. Сейчас жить стало гораздо проще. В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» в селе появилось несколько узлов доступа к интернету в двух объектах – школе и администрации. Там, к слову, вспоминают – от жителей постоянно поступали жалобы на плохую связь. Это сказывалось не только на качестве жизни, но и банально не было возможности выполнить свою работу. «Невозможно было работать в бухгалтерии, потому что бухгалтерия сейчас работает с интернетом. В школе очень сложно было работать. Вот именно что очень плохая связь была. Поэтому население плохая связь. Очень сложно было дозвониться. Даже вот человеку сложно было дозвониться, потому что очень плохая была сотовая связь». Запуск узлов доступа к интернету стал возможен благодаря национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации». К интернету подключат больше двух с половиной тысяч социально значимых объектов. Кроме того, благодаря этой программе тысячи домохозяйств будут обеспечены качественной связью. «Алтайский край» вошел именно в пилотный проект по реализации именно этой программы подключения домохозяйств. Потому что нигде в России еще на построенной инфраструктуре, в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» не подключались именно домохозяйства. Соответственно, сейчас, когда будет понятно, что это работает, и это действительно возможно реализовать этот проект, мы уже получили несколько запросов от других муниципалитетов. Специалисты убеждены, созданная инфраструктура должна работать на благо людей. Они же, в свою очередь, будут делать все, чтобы расширить ее масштаб на территории региона. Софья Житина, Михаил Лифуншан, Новости. Региональный центр компетенции Алтайского края вошел в число лучших в России. Рейтинг составлен в федеральном центре. В него вошли 27 субъектов, где реализовывается проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Алтайский центр компетенций отмечен в числе лучших. Регион занял шестое место. Лидерами стали Удмуртская республика, Челябинская и Белгородская области и Республика Татарстан. В ежеквартальном рейтинге учтены укомплектованные штата сотрудниками выполнение плана по охвату предприятий и количеству начатых и завершенных проектов. Крестный ход пройдет сегодня в Барнауле по двум маршрутам. Одно из шествий будет от Знаменского женского монастыря до реки Обь в районе речного вокзала. Там только осветят воду. Второй крещенский ход состоится от храма Тихвинской иконы Божьей Матери до озера Пионерское. Там после чина освящения можно будет окунуться в крещенскую прорубь. Добавлю, освященную воду сегодня будут раздавать во всех храмах. Митрополит Барнаульский Алтайский Сергий отметил, что это великая святыня. И напомнил, что людям следует учитывать состояние своего здоровья, избегать нетрезвости, сквернословия и прочих неблагочестивых поступков. И продолжаем выпуск. Сегодня в Барнауле стартует проект «Твое новое тело». Его цель – помочь участникам нормализовать свой вес, мотивировать их к регулярным занятиям спортом. Испытать себя решили несколько десятков человек. Подробности узнал мой коллега Глеб Полянский. Многие из нас недовольны своим телом. Причины разные. Желание выглядеть спортивным и подтянутым, стремление похудеть или, напротив, набрать массу. В зависимости от целей разнятся и подходы к тренировкам. Разобраться в этом порой сложно. Это проект не просто для того, чтобы измениться на какой-то короткий срок. А это проект, который дает возможность людям и после проекта продолжать худеть, продолжать меняться или не набирать то, что успешно сбросили на проекте. Профессиональные тренеры и специалисты по питанию и физической реабилитации помогут всем желающим прийти к цели быстро, эффективно и безопасно для здоровья. Моя главная задача – помочь людям с какими-то исходными патологиями, которые они имеют на сегодняшний день, возможно, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, помочь прийти к двигательной активности, облегчить свое состояние, возможно, какие-то болевые синдромы, укрепить свое физическое тело, форму. В проекте примут участие несколько десятков барнаульцев в возрасте от 17 до 70 лет. Среди них – Елизавета Котинок. Она ставит перед собой высокие цели и надеется, что проект поможет ей в их достижении. Получим очень много информации касаемо питания, тренировок, как дальше очень что важно, как дальше продолжать жить после проекта, то есть не потерять форму, удержать ее. Я думаю, это самая большая проблема всех. Ну и я в этом году планирую участвовать в соревнованиях по фитнес-бикини. Проект продлится 9 недель. Участников ждут семинары, мастер-классы специалистов, фотосессии и индивидуальные тренировки. Кроме того, тренеры проекта готовы консультировать своих подопечных в режиме онлайн. В финале состоится награждение победителей в шести номинациях. Глеб Поленский, Денис Кузьменко. Новости. И о спорте. Хоккеисты «Динамо Алтай» сегодня проведут третью встречу серии с красноярскими рысями. Напомню, в первой игре сильнее оказались хозяева площадки 4-3, но в повторной встрече гости сумели на последних минутах вырвать победу 2-3. Сейчас «Динамовцы» находятся на второй строчке первенства ВХЛБ с 46 очками в 30 играх. Но лидера чемпионата хоккейного клуба «Чебоксары» им не хватает 5 очков. Красноярские рыся сейчас на четвертой строчке. У них в активе 26 очков в 26 сыгранных матчах. Кто окажется сильнее, сегодня узнаем в 19.00. Приходите на Титов-арену, чтобы поддержать алтайских хоккеистов. И на этом выпуск новостей завершен. С вами была Анастасия Борисова. Не переключайтесь.